welcome to marina k класс дорогие друзья добро пожаловать на мой виртуальный урок и мы продолжаем знакомиться с английской грамматикой просто понятно практично приветствую старых подписчиков рада новым подписчикам желаю всем хорошего настроения на уроке идею сегодняшнего урока мне подсказала цитата из сказки михалкова кошкин дом вот это стул на нем сидят вот это стол за ним едят стул существительное переводится как чая стол существительное переводится как тейбл сидеть глагол сид на нем местоимение так далее все понятно общего у этих слов то что их все можно перевести переведем он бы исчез и у can sit at the table you can it вроде бы все слова переводчик перевел но откуда перед словом стол появилась слова д д д д б ведь в русском переводе перед словом стол никаких других слов не было да друзья сегодня мы поговорим о таких английских словах которые на русский язык не переводятся но оказывает огромное значение и влияние на заложенный смысл эту группу слов я называю серые кардиналы не входят глаголы shell убил оборот д ри д ра мы об этом уже говорили уроки об этом есть ссылка в описании под видео а слова сам и не но вот самые самые серые кардиналы это артикли во первых такой категории как артикль в русском языке нет а во вторых артикли как и все серые кардиналы на русский язык не переводятся по поводу артикли существует огромное количество правил можно годами изучать и все-таки ошибаться сегодня я расскажу о базовых принципах употребления артикля которые помогут заложить вам фундамент базу со временем будем мы конечно добавлять какие-то детали какие-то правила исключения но база превыше всего артикль это определитель существительного есть определенный артикль есть неопределенный артикль и если есть какие-то другие определители то нам артикль уже совершенно не нужен артикль и это сокращенная редуцированная форма числительного one. Много-много лет назад англичане говорили one, 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 потом она сократилась и появилась форма e. Неопределенный артикль e можно всегда использовать, если можно подставить местоимение one. A pen. One pen. A book. One book. Glasses. Вроде бы очки одни, а вот сказать e нельзя. Почему? Две линзы. С этим словом мы можем только сказать e. Pair of glasses. Пара очков. В общем, все исчисляемые существительные в единственном числе могут употребляться с артиклем e. Артикль e называется не просто так неопределенным. Именно эту неопределенность он и приносит с собой к существительному, перед которым становится. Поэтому, если мы говорим о чем-то неопределенном, любом, то смело его используем. Например, на столе много ручек. И я говорю give me a pen. Какую ручку вы мне дадите? Да без разницы. Любую из этих ручек мне все равно. Ведь я сказала give me a pen. Мне все равно, какой ручкой писать. Если мы говорим о чем-то одном, это можно посчитать, можно заменить местоимением one. О чем-то любом, неопределенном, из множества, из класса, из группы, из какой-то категории, то мы используем неопределенный артикль e. Если мы начинаем что-то конкретизировать, то на сцену выходит определенный артикль d. Это тоже редуцированная сокращенная форма от указательного местоимения that. Также много-много лет назад англичане указывали пальцем, говорили that. Форма сократилась, появилась форма die и перешла постепенно в форму the. Поэтому, если надо сказать о чем-то определенном, конкретном, то, что мы видели, слышали, знаем, о чем уже шла речь, о чем-то единственном, о чем-то самом-самом в своем роде, то мы используем определенный артикль the. Give me the pen. Я указываю пальцем, какую конкретно ручку я хочу. The. Я указываю конкретно, какую ручку я хочу. И, соответственно, я получу именно эту ручку, на которую я указала. Артикль the всегда можно заменить местоимением. Give me that pen. А можно заменить личным местоимением. Give me my pen. Ну, куда еще конкретнее? Моя ручка. Если мы говорим о чем-то вообще, то мы вообще ничего не ставим. Сравним. I have a dog. У меня есть собака. Какая-то. Любая собака из класса собак. Неопределенная. I love the dog. Я люблю не просто какую-то собаку, а я люблю ту собаку, которая у меня. Мою собаку. I like my dog. I like the dog which I have. Мы используем определенный артикль the. А вот если я скажу dogs are clever animals. Собаки в принципе вообще умные животные. Мы никакой артикль не ставили. Краткая сводная информация об артиклях в таблице. Более подробно о некоторых практических нюансах расскажу в шпаргалкиных пятиминутках. А я благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии. Поделитесь этим видео, если оно было полезно для вас. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. С нетерпением жду вас на следующем уроке. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok